Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Снова мы на финансовых рынках и разбираем фундаментальный фон, который сложился на них за минувшую торговую сессию. Сразу предлагаю перейти к разбору полетов по основным инструментам, которыми мы торгуем. Начнем мы с нефтянки, которая котируется на отметке 59 и 56. Ничего не меняется, друзья. Уже больше недели я констатирую на брифингах одни и те же ценовые уровни. Периодически у нас наблюдается тест планки 60, но он, как вы наверняка понимаете с учетом текущих цен, оказывается неуспешным для покупателей. Инициатива все-таки остается пока что больше позиционно за продавцами. Мы очень много говорили о том, что для нефтянки являются определяющими факторами. И все-таки пришли к выводу, что опасения за темпы мирового экономического роста это доминирующая тема, которая никуда не девается. Даже готовность Европейского центрального банка, резервного банка Австралии, ФРС, резервного банка Новой Зеландии, потенциально банка Канады и прочих регуляторов, которые даже когда-то начали уже активно стимулировать экономику, готовы двигаться по этому пути. Все равно этого недостаточно, чтобы сейчас мы могли бы точно сказать, что эти меры будут оправданы, они приведут к оздоровлению экономикой, впоследствии к восстановлению темпов мирового экономического роста. Сейчас продавцы этим активно пользуются, потому что понимают, что прежде чем произойдет вот это оздоровление, можно поработать с фактом, которым сейчас выступает как раз состояние рецессии. Индикаторов того, что именно с ней мы и столкнулись, очень много. Я думаю, что все вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Я не раз на брифингах их касался. Но самое главное доказательство подтверждений – это очень сильное ухудшение экономической конъюнктуры. Поэтому, друзья, я считаю, что мы можем работать с этим риском, пока настроение не изменится и не будем тогда отказываться от коротких позиций. Даже данные по запасам нефти США, которые были опубликованы в среду, оказали неоднозначное влияние на рынок. Запасы вроде бы как и снизились, что должно было поддержать котировки нефти. Но этот эффект снижения запасов нефти был нейтрализован ростом запасов бензина. И, в принципе, мы пришли к выводу, что даже несмотря на снижение запасов нефти, все равно их величина больше, чем на 7%, превосходит значение 2018 года. То есть их накопление идет опережающими темпами роста. Если спроса и, соответственно, если экономика будет испытывать те же самые трудности, то впоследствии избыточное предложение аукнется, друзья, на котировках, распродажами, которые мы должны быть готовыми. Доллар иена 106.58 тоже ситуация особо не меняется. Но сегодня у нас на повестке мощнейший триггер. Это в 17.00 по московскому времени выступление Джерома Павлова на симпозиуме в Джексон-Холле. Тема его выступления – вызовы для денежно-кредитных политик. Все это он будет раскладывать и рассматривать с позиции действия Федрезерва. Крайне интересно послушать, что же он там заготовил и что он может сказать. Учитывая, что Трамп настоятельно на протяжении всей недели, каждый день через отдельные заявления, через сообщения в Твиттере продолжает сигнализировать о том, что ФРС и лично Джером Павл – это единственная, пожалуй, проблема для американской экономики. Конечно же, Трамп настаивает на том, чтобы ФРС начал активно, точнее даже продолжил более активно снижать процентные ставки. По его представлению, ставка должна быть снижена еще на 100 базисных пунктов с возможностью рассмотрения даже сценарий, при котором ФРС вернется к программе количественного смягчения. Друзья, поэтому сегодня мы ждем выступления Павла. Протоколы, которые вышли ранее на этой неделе, дали нам сигнал того, что большинство представителей, голосующих членов американского регулятора, склонны полагать, что ставку как минимум нужно снизить еще на 25 базисных пунктов, потому что требует текущая ситуация. Статистика ухудшается, темпы экономического роста как минимум буксуют, даже вчерашний отчет по активности в сфере услуг также оказался хуже прошлых значений. Сейчас находится на отметке 59, то есть уровня, который отделяет восстановление от спада. В общем, все складывается в пользу того, чтобы ФРС стал более проактивным, включая смягчение экономической политики. И ждем соответствующей отдачи для слабости доллара. Евро против американца 1.10.66. Постепенно, понемногу мы снижаемся к уровню 1.10. Вчера вышли протоколы Европейского Центрального Банка, из которых следует, что руководство ЭЦБ абсолютно согласно с тем, что экономике нужны необходимые новые стимулы. Это снижение процентной ставки и перезапуск программы количественного смягчения. Поэтому очень высокая вероятность того, что в сентябре, на заседании 12 сентября, мы как раз и получим четкий сигнал того, что ставка снижена через фактическое действие на 10 байсных пунктов до минус 0.5. И я надеюсь, что будут детали по программе количественного смягчения. Подталкивает и стимулирует наше ожидание того, что именно это и произойдет. Еще и слабый фон, слабая статистика. Вышли вчера данные по активности производственного сектора, еврозоны, собственно, друзья, и Германии. Если вас интересуют непосредственно сами цифры, можете посмотреть. Но везде тотальный спад, который продолжается. Доллар-канадец – это еще одна валютная пара, за которой я рекомендую сегодня последить. С позицией того, что на повестке у нас довольно важный релиз по ровничным продажам. 15.30 по московскому времени они выйдут. Текущие котировки 1.33.21. Мы снова выше планки 1.33. Несмотря ни на что, все-таки на рынке присутствуют те, кто ставит на продажи канадцы. Правильно, друзья. Я думаю, что если статистика сегодня разочарует, как я уже и говорил, у нас будет возможность с вами поспекулировать на идеи того, не пригнет ли и Банк Канады к возможному смягчению экономической политики. По фунту. Вот фунт выступил, конечно же, разочарованием вчерашнего дня. Я не ожидал такой мощной восходящей динамики. 150 пунктов фактически пара сделала. Сейчас котировки 1.22.27. Рост произошел на вчерашних комментариях Меркель о том, что она допускает возможность все-таки принятия позиции Англии и отказа от бэкстопа. Ну или, может быть, это положение, этот пункт соглашением будет пересмотрен. Но, наверное, ключевое слово все-таки и фраза в этом может быть. Я думаю, что ЕС не будет присматривать положение о бэкстопе. И мы в этом убедимся уже совсем скоро. Я лично продавец по фунту. Надеюсь, то, что вы понимаете, с чем позиция эта связана. И придерживаетесь аналогичного подхода. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»